а вот и мы вы нас не ждали а мы снова к вам ребенка покажи это маленький юный блогер у нас наверное будет самый знаменательный самый обширный самый красивый наверно влог значит это правда за всю историю нашего видения youtube канал вроде вроде бы как бы дагестана считается среди всех наших блог блогов такой самый такой живописный эпичный да но сейчас наверно будет намного интереснее так как мы посетим много-много городов пересечем урал с партнерами обязательно заедем икея екатеринбург тюмень но там икея тюмень она такая как бы выставочная икея уфа поэтому очень все насыщенно будет все красиво много эмоций а ты скажешь зачем вообще едем по пути это все в дороге скажем не будем сразу карты раскрывать иначе не интересно давайте оставим немножко интриги и не перематывайте пожалуйста вообще про всю дорогу потом расскажем почему мы едем зачем как но мы это в дороге все это с вами по короче за бортом 3 августа 6 утра уже 30 градусов жары в саранских будто мы в ташкенте живем и мы гоним сейчас сторону ульяновска ульяновска на набережной челны да вот он на той стандартной бибики на нашей сибирюшке сибирюшка поехал поехал а Магия монтажа. Ну-ка, давай, Танька, сделай что-то такое магическое. Рукой давай, рукой что-то там сделай магическое. Вот. И тем самым мы оказались при помощи Татьяны в Ульяновске. А тут актеры, скажите, в Саранске были. Вот так, где моя нога торчала, в Саранске. И тут есть большая речка. Вот. Лишнее доказательство будет. Сейчас мы вас повезем по императорскому мастеру. Жалко на коптере здесь летать нельзя? А что я там? Ну, переверни. Чуть-чуть мастера покажем и поговорим. На улице очень так жарко, ясно. Один сейчас, но это возле Волги, а было вообще 34. Что-то мастер-то не двигает. Не двигает камеру. Да это тебе так кажется. Но мы к нему подъезжаем. Ты, главное, сейчас мне микрофон не закрою, а то как в Дагестане ты любишь это. Микрофон закрыть, и у нас подписчики страдают от плохого качества звука. Ну, потому что, я не знаю, за что-то... Вот за ним задержишься. Мам, смотри, как блестит. Да, красиво. И вот каждый раз, в общем, уже, не знаю, сколько я через этот мост проезжал раз, но каждый раз это как-то трепетно вот это все происходит. У меня бывшие ощущения такие вот, поэтому железно в мосту ездить. И тут, кстати, вот смотрите, штендеры наверху есть, кто может заметить, да? Идут знаменитые люди, контрисы, еще кто-либо. Деятели, вот я говорю, на Ульянской области, я так вот полагаю, да? Вот. Благотворитель, городская глава. Вес-побечитель. Благотворитель. Благотворитель. Это бесконечный тур. Мам, он тут бесконечный. Очень бесконечный. Илья, я хочу сторис снять. Так, сейчас я вас переверну. Как мы уже могли видеть в начале ролика, мы уже приобрели квадрокоптер заранее к этому моменту. Я сразу был осведомлен, что сейчас просто так летать на квадрокоптере уже нет такой возможности. Много мест, где запрещено. Много мест, где, особенно в городах, требуют согласования с администрацией города и Росавиации. Ну, что ты мягчаешь, я тут влог пишу. Как, ты что, ни разу мозг не ездил. Вот. По этому поводу я сразу, когда купил квадрокоптер, я его зарегистрировал на госуслугах. Получил блатные номера. Ну, там не блатные номера, мне дали порядке. Ну, как порядке номер. Ну, номер. Я прилепил его на дрон, и мне, тем самым, за то, что я зарегистрировал, был теперь расширенный география полета у меня теперь. Не зарегистрировал квадрокоптер, вообще нигде нельзя якобы летать. А вот кто зарегистрирует его, тот уже имеет более расширенную географию полетов. Тем самым, можно даже и в городе полетать. Ну, надо подать заявку, в каком месте ты будешь летать, во сколько, и что именно ты будешь там делать. Я же это бред полный, я не понимаю вот этого всего. Что такое плохое, полетать вокруг, допустим, в 50 метрах, вокруг себя, показать горизонт. Чтобы это даже сделать, надо регистрироваться. Ну, да ладно. Ну, кто-то не в 50 метрах летает. Да. Мы будем проезжать как раз в Мирск. Там можно, передом в городом, я посмотрел по карте, можно прям без разрешения снять панораму города. Как раз мы сейчас будем до него ехать без остановки, потому что уже опаздываем немножечко. Мы планировали в 6-7 вечера быть в Мирске, но, к сожалению, мы будем там полдевятого восемь. Ну, это по двигателю. Уже ночью. Здесь уже, это, проехали 200 километров и уже терпелка заканчивается. А ехать там еще 600 с чем-то километров. А потом еще столько же. Ну, потом, да. Потом уже там, там уже меньше будет, там уже, в принципе, по-быстрее все пойдет. Все. Ой, слушайте, мы, наверное, очень долго будем добираться до Бирска сегодня. Такое, что это мне подсказывает. Мы въехали на границу с Татарстаном и увидели с Димой просто обалденный, так, главное не закрыть микрофон. Просто обалденную церковь. Я единоличник. Обалденную церковь. Сейчас Дмитрий Юрьевич как-то... Уважаю с ним разговаривать. Не, ну на монтаже, я же чувствую, будет все равно ветер сильный. Короче, ты тогда рассказывай. Вот сюда подойди к багажчику, чтобы не было ветра. И объяснить ситуацию. Дубль два. Жизненная позиция наша. Дубль два, нас вообще не видно. Мы ехали, ехали, заехали на границу с Татарской Республикой. И увидели очень красивую старую церковь. Так как у нас есть метла ведьмина. И Димка теперь у нас ведьма личная. У меня терпежа не хватает. И сейчас я для вас сделаю облет этой церкви. И вам все покажу. В общем, мы пошли летать. Ждите, это будет красиво. Сейчас вам будет очень много красиво. ВСЕМАТ, спасибо. Я люблю меня. ВСЕМАТ Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok как средний серых затемняющий фильтр так как на улице очень ярко и не получилось снять этот фильтр нулевой и нацепить темный фильтр пришлось на автоматическом режиме снимать надеюсь компьютеру мне на монтаже это все исправит где-то пересвет где-то ничего не дачу надеюсь надеюсь больше мы ничего не увидим еще добиться доедем и еще раз чуть-чуть будет с ним приходя перейди на ставишь начал вот у нас началось у нас с утра сзади какой-то голос есть вам дай поесть вот вы не понял никак не поймем кто там сзади везем каждый раз говорит бам дарит 3 киев все кормил голодных помощь больше половины пути у нас пройдено остановились немножко отдохнуть кто по маленькому кто по большому сходить и очень удачным стали опять же в одном из живописующих мест татарской республики поле сказал не обидно обидно и сейчас для вас опять я слетаю и покажу вам обзорку храма вот теперь он уже как бы действующие интересно красиво сейчас полетим а Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, когда кораблик проплывает, он открывает Да, тут вот светофор есть А газелёный тут Тут люди Прикольно Он такой низкий, да, Павел? Как-то поплавка Слышь, можно? Ну, он раздвигается Ночью кораблик не ходит Где-то я не по асфальту ехал Лампочка тут трогает по вожду Цвет отражает От воды Сейчас будет Да? Да, сейчас опять будет Так, друзья, мы заселились Дети в ванной уже моются Надя моет Аленку В принципе, неплохая квартира 1400 Паспорт сфотографировали О чём я говорила в начале Когда влог писали Надя, не выходите пока Когда влог писали, что в Бердске все требуют паспорта в залог Ну, изначально договаривались Из моментов Договорились ко времени Пришлось подождать немножко Ну, минут 5-7, наверное Не критично Мы обозначили, что у нас четверо Но постельной принадлежности То есть подушка конкретно Их три Ну, куда не шло В общем, с гостиницами Бердки никак И квартира такой вот, среднячок То есть хочешь, не хочешь, но не найдёшь Поэтому, может быть, что-то есть, но мы не знаем Такая вот квартира, типовая, однушка Диванчик На диванчик, кстати, не хватало бы вот матрасика Потому что на таких диванчиках очень сложно спать Потом спина болит Кровать Я сплю сегодня без подушки На стопке из одеял Дальше Там базовая ванная Кстати, в Бердске нет горячей воды центральной И идёт через котёл Ну, с котлом вроде подружились Юрьевич Перекидываю мать Я там материал с квадрокоптера Сейчас я посмотрю, как пару раз Что там у меня получилось Кстати, за те же камеры За те два года, которые мы посещали Бердск Это самый хороший квартир То, что было гадание ранее Там, это, ну... Объять и плакать Да, объять и просить Ну, что ты хочешь когда-то уставший Тебе поспать и уехать? Да, я уже всё сказала Ну, в принципе, нормально Не прогадали Путешествие в Саранск-Тюмень День первый подходит к концу Я сейчас пошла ещё в машину Потому что я перепутала Киевские чемоданы И взяла чемодан, в котором костюмы На вручение Вместо того, чтобы взять чемодан Где шмотки на... Домой А завтра вас ждёт А это будет уже новая серия С эпических пейзажей Мы вообще когда скажем Какого фига мы поехали в Тюмень Или потом... Завтра, всё Тайминг у нас закончился Для первой серии Ждите вторую Всё Вот вам Юрьевич с бородой В рыжей футболке Я пошла Не, рыжая Рыжая футболка Междуныжная Другая Любая Цвет неожиданного персика Всё Субтитры создавал DimaTorzok